Слушайте радиоспектакль «Тайна Фенимора», поставленный по одноимённой повести Юрия Яковлева. Часть первая. Ночной гость. Наш лагерь Дубки на берегу озера Нарыч славился гарнистом. Гарнист выходил на крыльцо, поднимал трубу, и солнце ложилось на раструб, словно наш гарнист был стеклодувом, а солнце — стеклянным шаром. Гарнист делал вдох, горн вздыхал. Гарнист делал выдох, горн начинал петь. Эта песня-сигнал вливалась не в уши, а проникала в сердце. Сердце начинало замирать от радостной тревоги, как будто горн звал не на завтрак, а на пудрик. Ребята, ребята, я ваша новая вожатая. Да, Ира, Ира Привалова. Вот. Сегодня мы должны выбрать совет отряда. Вы подумайте хорошенько. Во главе отряда должны быть лучшие из лучших. Ну, что вы молчите? Разве вы не знаете, кто из вас самый достойный? Не знаю. Не знаю. Очень жаль. Кто из вас был во второй смене? Я. А кто у вас был председателем отряда? Я. Может быть, мы и теперь выберем Лиду, а? У нее опыт. Да. Ну, ребята, что же вы молчите? Разве вам все равно? Ну, почему же все равно? Нам не все равно. Валю Зернову надо выбрать. Зернову надо! Что? Валю Зернову! Хорошо, хорошо. Давайте Валю. Есть вопросы к Вале Зерновой? Нет! У меня вопрос. Ну, пожалуйста. Может ли Валя Зернова зажечь костер за две минуты? Не пробовала. Но костер я разжигать умею. Председатель отряда должен показывать пример. Должен. И я надеюсь, что Валя Зернова будет показывать. Конечно, может. Будет, будет. А можно задать вопрос? Пожалуйста. Только не Вале, а Лиде. Да, конечно, конечно, можно. Ребята, все могут друг другу задавать вопросы. Но только по существу. Послушай, Лида, тебе очень хотелось, чтобы тебя выбрали. И вовсе нет. И нечего смеяться. Прям не сбор, а цирк какой-то. Тише, тише, ребята. Сбор не окончен. Кто за Валю Зернову? Поднимите руки. Девчонки за Валю. Очень хорошо, ребята. Единогласно. А теперь выберем членов совета. Так, я предлагаю Лиду Белову. Про нее опыт. Да, про нее опыт. И Женю Рыжова. О, Рыжова. Ребята, а то он все улыбается. Вот пусть поработает. Пусть поработает Рыжик. Это случилось в середине третьей смены. Стало быть, в августе. Вожатая третьего отряда Ира Привалова вбежала в кабинет начальника лагеря, растрепанная и встревоженная, словно за ней кто-то гнался, и она искала защиту. Владимир Викторович! Владимир Викторович! Они все спят. Спят. А может быть, они отравились? Что? Может быть, умерли? Они дышат? Кажется. Кажется, дышат. Мои мальчики. Мальчики. Пошли. Пошли. По дороге захватим доктора. Хорошо. Когда они вошли в палату третьего отряда, мальчики действительно лежали в постелях с закрытыми глазами. За окном светило солнце. Спят. Крепко спят. Не похоже на отравленных. Вполне здоровый вид. А почему же они спят? Может быть, съели каких-нибудь ягод? А? Снотворных. Что вы скажете, доктор? Сейчас. Сейчас посмотрим. Так, проверим пульс. Ну, доктор, что с ними, а? Они будут жить? Может быть, госпитализировать? Вы лучше ответьте. Что ваши ребята делают по ночам? Спят. Они спят. Позвольте с вами не согласиться. Если бы они ночью спали, их среди бела дня никакая сила не уложила бы в постель. Не спят они у вас ночью. Да? А что же они делают? Вот именно. Ну, это вам лучше знать. Вы ведь вожатая отряда. Надо будет проверить, что они делают по ночам. Придется тебе, Ирина, несколько ночей не поспать. Я согласна. Ой, я согласна. Лишь бы они были живы и здоровы. Да они живы и здоровы, потому и спят. Здоровый детский сон. Фенимор. 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 Ой. Что он сказал? Фенимор. Что еще за фенимор? Ага. Начитались, небось, на фенимора Купера. Смотрите, даже бредит. Зверобой. Кожаный чулок. Я тоже увлекался в детстве. Ой, может быть, попробовать разбудить их? Нет, нет, нет. Пусть спят. Пусть отсыпаются. Пойдемте. В заседании совета отряда объявляю открытым. На повестке дня один вопрос. На повестке дня один вопрос. Чем занимаются наши мальчики ночью? Рыжик, расскажи, чем занимаются мальчики ночью? Во-первых, я не Рыжик, а Женя Рыжов. А во-вторых, ночью мальчики спят. Как же спят? Ночью спят, днем спят. Вы куда-то ходите по ночам? Яблони трясти, да? Да никуда мы не ходим. И яблони не трясем. Почему же вы уснули днем? Ночью комары не дают спать. А днем нет комариков. Еще вопросы есть? Нет? Очень плохо, что наши мальчики такие безвольные. Даже если всю ночь их грызли комары, они не должны были засыпать среди бела дня. Да. Предлагаю осудить их и предложить им пользоваться жидкостью тайга от комаров. Правильно. Другие предложения есть? Нет. Женя, а кто такой Фенимор? Не знаю. Писатель такой. Фенимор Купер. Странно. Сегодня во сне ты произносил его имя. Может быть, тебе приснился Фенимор Купер? Писатель? Не знаю. А может быть, и приснился. А какое это имеет значение? Штабс-капитан Рыбников во сне заговорил на родном японском языке, и это выдало его, как японского шпиона. Во сне человек может открыть свою тайну. Да нет у меня никаких тайн. Рыжик, Рыжик, расскажи про Фенимора. Так интересно. Никакого Фенимора нет. Имя есть, а Фенимора нет. Ну, дела. Но Фенимор все-таки был. Он входил по ночам в спальню мальчиков третьего отряда в белой маске с черными полосами, напоминающей маску хоккейного вратаря или скафандр инопланетянина, прилетевшего на землю. А что за лицо было под маской, никто не знал. Когда появлялся Фенимор, жизнь становилась тревожной и удивительной. Каждый чувствовал прилив отваги и острое желание совершить что-то необычайное. Может быть, даже подвиг. Вчера, к исходу дня, на волчьей тропе нашли убитого индейца. Он лежал, раскинув руки лицом к небу. Глаза его были открыты. А на губах застыла улыбка. Из-за этой улыбки не верилось, что он мертв. Может быть, он просто затаился? Ветер шевелил пепельные перья его убора, а по бизоньей кожи грубых макосинов безбоязненно ползали термиты. Рядом пронзительно скрипела древесная лягушка, и, казалось, индейец слушает ее, затаив дыхание. Но дыхание он затаил навсегда. В груди у него торчала стрела. Кто убил индейца? Белый человек не стал бы стрелять из лука. У белого всегда за спиной болтается дробовик. Белый не пожалел бы заряда. Значит, в индейца стрелял краснокожий. Может быть, гурон из соседнего племени спустился на пироги по реке Святого Лаврентия, но неподалеку от убитого на раскисшей траве был обнаружен след сапога. Ямка побольше от подметки и ямка поменьше от каблука. А индейцы ходят в макосинах, и след от них сплошной лодочкой. Значит, стрелял белый? Белый, точно. Да. Индейц мог надеть сапоги. Конечно. Индейц никогда не наденет обувь с ноги белого. Кроме того, должен добавить, что отпечаток сапога был маленьким. Похоже, что ботинок принадлежал ребенку. Тогда все ясно. Белый пацан убил индейца. Конечно. Индейц улыбался ему, а тот всадил в него стрелу. Зачем пацану убивать индейца-то? Да он мстил за друга. Финемор, рассказывай дальше. Тише, братья. Убитого индейца звали Оленьий Рог, и у него на шее, на сухой бычьи жили, висел кончик Оленевого Рога. Нет, не говори, не говори. Оленьий Рог убил Седого Джона, но он убил его в честном бою, а за это не мстят. А-а-а. Ловко. Ну, давай дальше. Финемор, а ты-то знаешь, кто убил Оленевого Рога? Я все знаю. Думайте, братья, а я ухожу. Пропел петух. Ну, расскажи, давай. Спите, спите, друзья мои, крепко спите, а то опять уснете среди белого дня, и ваша вожатая решит, что вы отравились. Ну, подожди, ну, подожди, Финемор, но мне надо тебе еще кое-что сказать. Говори. Послушай, Финемор, твоя тайна под угрозой. Взрослые могут догадаться о твоем существовании. Они знают твое имя. Откуда им знать мое имя? Да это я виноват. Я прошептал его во сне. Во сне? Значит, я приснился тебе, Рыжик. Ты приснился мне, Финемор. Это хорошо. Но они могут поймать тебя. Они не поймают меня. Если ребята будут верны мне, никто меня не поймает. Я могу стать невидимым. Я исчезну. Подожди, подожди, не исчезай. Я хочу дружить с тобой. Я тебя познакомлю с Валей Зерновой. Она мировая. Хотя и девчонка. Нам будет весело втроем. Нам будет весело. Можешь считать меня своим другом. Вот моя рука. Когда таинственный Финемор вышел на крыльцо, от кустов сирени отделилась тень и устремилась к нему. Финемор повернулся. Тень замерла. Белая маска с темными полосами как бы приказывала тени замереть. Но тень, а это была вожатая третьего отряда Ира Привалова, ненадолго подчинилась бессловесному приказу Финемора. Преодолев удивление и страх, она снова устремилась к таинственному нарушителю ночного покоя. Но Финемор был не из тех, кого возьмешь голыми руками. Он резко метнулся в сторону и забежал за дом. Полная решимости, Ира Привалова бросилась за ним. Когда же она обижала дом, там никого не было. Может быть, таинственный незнакомец в белой маске спрятался в спальне девочек? Надо посмотреть. Нет. Девочки спят. Все на месте. Никого постороннего нет. Владимир Викторович! Владимир Викторович! Я его видела. Белая маска, черные полосы, горящие глаза. Он появился и исчез. Подожди, подожди. Кто он? Я не знаю. Он вошел в спальню к мальчикам, а потом вышел. Белая маска, черные полосы. Слушай, Ира. Да? А тебе часом не приснилась белая маска с черными полосами? Нет! В том-то и дело, что не приснилась. Я бросилась за ним, а он исчез. Чудеса! Ты веришь в призраки? Я? Я не верю. Он в маске, понимаете? Исчез. А что же делать, Владимир Викторович? Иди. Будем думать. Ага. Что-нибудь придумаем. Ага. Чудеса. Вот. На другой день Ира Привалова снова появилась у ВВ. На этот раз девушка ничего не сказала начальнику лагеря, не сетовала и не просила помощи. Она положила перед ним клочок бумаги, на котором крупными буквами было написано «Ждите ночью, Фенимор». Фенимор. Хм. Значит, Фенимор. Тем временем пилотки мальчиков третьего отряда украсили перья. Черные вороньи, светлые гусиные и в крапинку, принадлежавшие кукушкам или иным лесным пернатам. Из можжевельника были сделаны большие добротные луки и несметное количество стрел. Появились круглые мишени. И началась стрельба. Стрелы летели в мишень и мимо, взвивались в облака и впивались в землю. Ребята были индейцами. Они стреляли из луков. У некоторых дело пошло сразу. Другие, впервые державшие в руках оружие гуронов и ацтеков, стреляли в кривь и в кось. Их стрелы ломались, терялись, плыли по озеру, как обыкновенные лучинки. Что это значит, ребята? Что это значит? Ну, белый не стал бы стрелять из лука. Ребята, вы попадете в глаз. Вы побьете стекла во всех дачах. Это не пионерское занятие лук и стрелы. Гурша, ты почему снял кеды? Дедец никогда не наденет обувь с ноги белого. А куда ты дел обувь с ноги белого? Валяйте под кроватью в бигбаме. Нам нужны макасины. Макасы, что ли? А где я вам достану макасы? Гурша, они прикрепили к пилоткам воронья перья. Они стреляют из луков, ходят босы, потому что нет макасов. Ты, как старший пионер вожатый, должен сказать мне, что делать. Я знаю, что делать. Ну? Надо завтра же организовать секцию стрельбы из лука. Организовать? А я не умею. И я не умею. Но завтра я уже буду уметь. На то я и старший пионер вожатый. В тот же день неподалеку от лагеря в хвойном лесу появился плечистый загорелый индеец. Может быть, это был одинокий Гурон, приплывший по реке Святого Лаврентия. А может быть, некто иной. На голове у него была белая шапочка, в руках он сжимал лук. Стрелы впивались в стволы деревьев. По всему было видно, что Гурон не умел стрелять из лука, но был преисполнен стремление научиться, и притом в самый короткий срок. Когда начальник лагеря под вечер зашел в комнату старшего вожатого, он застал индейца, склонившимся над книгой. Книга называлась «Руководство по стрельбе из лука». На постели у Гурия лежал лук и несколько стрел. Очень кстати! Очень кстати! Вот, прочти эту записку. Ждите ночью, Фенимор. Что ты скажешь на это, брат Гурий? Я скажу, я скажу, что эту бумажку надо немедленно положить туда, откуда вы ее взяли. Но Ира Привалова нашла ее в спальне мальчиков. Значит, туда и надо ее вернуть. И чтоб никто не заметил, как это сделал Фенимор. Может быть, придется залезть в окно. Ну, брат Гурий, в окно полезешь ты. Хорошо, я полезу. Я ваш верный козел отпущения. Ну, теперь слушай, что будет дальше? Дальше мы соберем линейку и предложим Фенимору обнаружить себя. Зачем? Я знаю, что Фенимор не сознается. Но мы должны предоставить ему возможность обнаружить себя. Мы обязаны вести себя крайне благородно и корректно. Наша педагогическая совесть должна быть чиста. А, да-да-да. Давайте записку. Так. Я полезу в окно. Пока! В тот же день в лесу появился еще один стрелок из лука. Лук у него был сделан из простой березовой ветки и не обладал точностью боя, не дальнобойностью. А стрелы, пролетев несколько метров, безжизненно падали на землю. Это Ира Привалова решила научиться стрелять из лука, чтобы не плестись в хвосте, а идти во главе своего отряда. Женя Рыжик встретил Валю Зернову под старой развесистой ивой. Валя, ты должна научиться стрелять из лука. Зачем? Чтобы дружить с Фенимором. Разве для того, чтобы дружить с Фенимором, надо стрелять из лука? Надо. Надо стрелять из лука, под дождем разводить костры, грести одним веслом. Тебе смешно? Ну, просто я не умею стрелять из лука. А я научу тебя. Это очень просто. Научи. Ты не знаешь, почему Фенимор не приходит к девчонкам? Может быть, он не любит девчонок? Может быть. А ты? Ты тоже не любишь девчонок? Вот записка. Вот слушай. Ждите ночью, Фенимор. Ты приходи к нам сегодня ночью слушать Фенимора. Приду. Может быть. Хочешь, я тебе свистну, когда он появится? Не надо. Я сама. Если надумаю. Они стояли под большой развесистой ивой. Дул ветер. И светило солнце. И узкие серебристые листья бились, как рыбки. И тени от рыбок тоже трепетали, словно их, как рыбок, выбросили на берег. А в небе пеной белели облака. Наш лагерь славился гарнистом. Вся жизнь лагеря подчинялась горну. Горн будил нас утром и укладывал спать вечером. По его сигналу загорались звезды, словно каждый звук превращался в серебристую звездочку. А может быть, наш гарнист играл по звездам, как по нотам. И созвездия обозначали аккорды. В тот день, когда было обнаружено послание Фенимора, гарнист сумел заранить в сердце каждого из ребят тревогу, предчувствие необычайного. Равнясь смирно! Вольно! Третью смену лихорадит. Третья смена идет не в ногу. И в этом виноват Фенимор. Кто он? Может быть, писатель Фенимор Купер встал из могилы и устраивает ночью читательские конференции? Мы, вожатые педагоги, его не видим. Мы его не знаем, но он где-то близко. Как человек-невидимка стоит вот в этом строю. Но ведь кто-то видит его? Знает, кто есть Фенимор? А может быть, и вы его не знаете? Может быть, он является к вам ночью в маске? В таком случае я обращаюсь к самому Фенимору. Фенимору, послушай, таинственный нарушитель спокойствия, сделай милость, шагни вперед. Всего один шаг. Торжественно обещаю, что тебя не ждет наказание. Раз наказывать не буду, зачем же шагать? Будем дружно молчать, будем думать, будем продолжать веселую игру в Фенимора, а? И вдруг над линейкой появился воздушный шарик, самый обыкновенный, кисельного цвета, с веревочкой. На веревочке белела какая-то бумажка. Шарик плыл медленно, и его провожали десятки глаз. Сейчас, сейчас мы его достанем. Здесь привязана записка. Так, привет. От Фенимора. Когда гарнист сыграл отбой, и лагерь свернулся калачиком, натянул на плечи байковое одеяло и закрыл глаза, взрослое население собралось на тайное совещание. Что ж, начнем нашу тайную вечерю. На повестке дня, то есть уже вечера, один вопрос. Фенимор. Нина Ильинична, вы хотите что-то сказать? Товарищи, мы совсем не тем занимаемся. Давайте проанализируем причину появления Фенимора. Причина ясна, как божий день. В нашей библиотеке нет хороших книг. Ребятам нечего читать. Фенимор с его устными рассказами мог возникнуть на почве нехватки книг. Допустим. Но что вы предлагаете, Нина Ильинична? Я предлагаю поехать в город, собрать, где можно побольше хороших книг и привезти в лагерь. Вот ударим книгой по Фенимору. Вам все шуточки, Гурий. Да, книги книгами, а поиски поисками. Сегодня ночью мы раскроем тайну Фенимора. Вот, внимание, вот это план лагеря, так? Здесь что у нас? Ага. И сразу комната ВВ стала похожа на знаменитую филевскую избу, в которой Михаил Илларионович Кутузов проводил свой исторический военный совет. Так, это столовая. Вот дача первого отряда. Так, ясно. А это что у нас? Ага. А это библиотека. А вот дача третьего отряда. Склонившись над столом, вожатые и педагоги образовали шатер. Из этого шатра доносились слова военного характера. Говоря армейским языком, передислоцируемся. Да-да, вышлем дозор, затаимся. И окружим. Да. На сцене детского радиотеатра прозвучал спектакль «Ночной гость», поставленный режиссером Надеждой Киселевой по повести Юрия Яковлева «Тайна Фенимора». Роли исполняли Валя Зернова, артистка Татьяна Курьянова Женя Рыжик, заслуженная артистка РСФСР Ирина Потоцкая Лида Белова, Ирина Бартукова Гоша, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова Владимир Викторович, ВВ, начальник пионерлагеря Заслуженная артистка РСФСР Юрий Пузырев Нина Ильинична, библиотекарь Екатерина Деревщикова Ира Привалова, вожатая третьего отряда Народная артистка РСФСР Нина Гуляева Доктор Всеволод Абдулов Гурий, старший вожатый и автор Авангард Леонтьев Музыка композитора Эмиля Олаха Редактор Александр Карамян Слушайте окончание радиоспектакля «Тайна Фенимора», поставленного по одноименной повести Юрия Яковлева Пионерский лагерь Дубки спал И не спал Спали все отряды, кроме третьего Фенимор обещал прийти в третий отряд И он сдержал свое слово Сдержал, несмотря на предчувствие опасности Он был бесстрашным человеком, этот Фенимор Вы спрашиваете, кто убил Оленьего Рога? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо выяснить, за что убили Может быть, он повадился очищать чужие капканы из-за подни Или нарушил один из священных законов предков А может быть, Оленьий Рог встал у кого-нибудь на пути? А у кого он встал на пути? Конечно, Гурон Озерный Глаз недолюбливал молодого Оленьего Рога Он вообще мало кого любил, был нелюдим и мрачным Но давайте вспомним, что плохого сделал Оленьий Рог Старому Гурону Вы помните? Мы не помним Значит, точно можно утверждать, что стрела, посланная в грудь Оленьему Рогу Принадлежала не Старому Гурону Озерному Глазу А чья же это была стрела? В этих местах охотился зверобой Тут он обходил свои капканы И изредка пулял из своего огромного дробовика Оглушая дикие лесные дебри Но стрелял он редко А с Оленьим Рогом всегда вел себя почтительно И тот платил ему тем же Однажды, когда дикая кошка прокусила зверобой ладонь Оленьий Рог предложил ему свой тайный бальзам И рана зажила к концу второй недели Значит, не зверобой? Да А кто же? Говори скорее, Фенемов Кто? В таких делах не должно быть спешки Такие дела решаются неторопливо и разумно Потому что ошибка может привести к большим неприятностям Перебирая всех, кого Оленьий Рог мог встретить на звериной тропе Я невольно вспоминаю о Джоне по кличке Дилижанс Этот Джон похаживал сюда из форта Божий уголок А там на форте одинаково платили за волчьи уши и за кожу с человеческими волосами За скальп Этот дилижанс был темным человеком Он вечно или ругался, или произносил клятву Он путал клятвы с руганью Он мог подстрелить из засады индейца А разве у него не было ружья? Он стрелял в упор, а не из засады Вот это да! Неужели у дилижанса была такая маленькая нога? Должен успокоить вас, Оленьий Рог погиб Не от руки дилижанса! Его убил другой И судя по отпечаткам сапога, это был маленький капитан из форта Божий уголок Капитаны не стреляют из лука Ну что? Ой, подожди, сюда идут А, идут! Фенимор, вы окружены! А что делать-то? Что делать? Прячься! 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 Фенимор, дача третьего отряда окружена Тебе не выйти из кольца окружения Предлагаем открыть дверь, а всем мальчикам лечь в постели На размышления дается три минуты В.В. действовал по всем военным правилам Он предъявил ультиматум и ждал ответа Казалось, если ответа не будет, то есть Фенимор не выйдет из двери По даче будет открыт огонь Словно под стенами крепости стояли вожатые Под окнами замер Гурий, готовый схватить любого, кто выпрыгнет из окна У дверей, держа в руках мегафон, как оружие, стоял В.В. Прячься! Давай сюда! Мы не ведем тебя! Мы не ведем тебя! Тихо! Тихо! Без паники! Всем лечь в постель и закрыться с головой одеялами За меня не волнуйтесь, ребята! Давайте! Ребята! Пошли! 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 Тихо! Мальчики кинулись к койкам, а Фенимор... Фенимор исчез, растворился, как будто его и не было Все закрылись с головой и ждали штурма Женя, Рыжик, Валя! Ты? Да как ты сюда попала? Ты звал меня, и я пришла, я слушала Фенимора Но теперь сюда войдут вожатые, и ты должен спрятать меня Как спрятать? Уступи мне свою кровать, иначе знаешь, как мне нагорит Хорошо, ложись, а что делать мне? Выйди к ним и скажи, что Фенимор исчез, вот и все дела Время ультиматума истекло Ты слышишь, Фенимор? Ой, кто-то идет Ржов А где Фенимор? Может, он и есть Фенимор? Какой он Фенимор? Двух слов сказать не может Молчун Точно, молчун Тогда наш штурм Немедленно проверить, все ли на месте Никуда он спрятаться не мог Ребята спят, все на своих местах Куда же? Он исчез Странно Это очень странно Когда тревога улеглась Валя Зернова выскользнула из палаты мальчиков И скрываясь в тени дома, бесшумно добралась до своей двери Она сняла у порога кеды и прошла между рядами спящих подруг Валя была уверена, что никто не видит ее возвращения Где была? Нигде не была, спи Врешь? Твоя кровать давно пустая, я не сплю Да отвяжись ты, Лидка Выходила подышать воздухом, над озером туман Над озером туман Часто ты выходишь подышать ночью Я на свидание ходила Рассказывай сказки Может быть, твоя любовь Фенимор? Может быть, Фенимор Библиотекарша Нина Ильинична Не случайно верила в силу литературы Когда весть о том, что в библиотеку привезли много интересных книг Про индейцев, про рыцарей, про шпионов Дошла до ребят У библиотеки выстроилась очередь Так был нанесен удар по Фенимору Кроме того, стала работать секция спортивной стрельбы из лука И это оказалось вторым ударом Под мощью этих ударов Фенимор отступил Исчез Белая с черными полосами маска Больше не появлялась в спальне мальчиков третьего отряда В.В. и Нина Ильинична праздновали победу Третью смену перестала лихорадить Только Женя Рыжик не верил в исчезновение Фенимора Фенимор вернется Он настоящий друг Он не может нас бросить Я тоже так думаю Я дам тебе знать, когда он придет Хорошо Сегодня у нас занятие на байдарках Ведь каждый индейец должен владеть веслом Я приду, и все ребята придут Ведь байдарка похожа на пирогу Правда? И Фенимор вернулся Ночью он вновь пришел в третий отряд Молча прошел по палате Опуская руку на спинку каждой койки Словно испытывая ее на прочность Кто летал на космическом корабле? Не летали мы Нет Да где нам летать? Кто из вас наблюдал, как бьется солнце? Солнце? Солнце бьется, как сердце Только медленно Каждые 2 часа 40 минут удар А когда смотришь с космического корабля на Землю Можно увидеть то, что на Земле никогда не увидишь Сквозь леса и кусты проступают старые разломы Они похожи на шрамы Вблизи их не видно А из космоса они открываются глазу Вы мне верите? Верим 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 Братья мои Хватит прицеплять к пилоткам перья И раскрашивать лица зубной пастой Расстанемся с томогавками, луками и стрелами Мы, индейцы, живущие на плоскогорьях Мексики Мы по ночам выходим на край каньона Встречать космические корабли с инопланетянами Здорово, да? В этом каньоне знаки Огромные, различимые только с птичьего полета Эти знаки указывают космическим кораблям Где можно совершить посадку Интересно Тысячу лет назад Космические корабли прилетали в Мексику Там сохранились следы их пребывания Но почему инопланетяне прилетали только в Мексику? Разве они не направляли свои корабли в наши края? Прилетали и сюда Я знаю за озером Поляну Где сохранились следы костров Их много И все вместе они составляли огромную огненную стрелу Если вы поможете Мы переплывем через озеро на байдарках А потом я проведу вас к той поляне тайной тропой Мы зажжем костры И, может быть, космический корабль с планеты Гера Опустится на нашу землю по сигналу пылающей стрелы Согласны ли вы отправиться со мной? Согласны! Мы умеем быстро зажигать костры И на байдарках мы тоже умеем Сегодня тренировались Тогда ждите меня Я скоро приду за вами Я сообщу Ах, это Литка! И ее глаза недобро смотрели на Валю Зернову Она не могла простить, что то выбрали председателем совета отряда А она, Литка, как бы осталась ни у дел Литка любила командовать, подчинять других своей воле Такой она была рождена, эта Литка Даже ночью она следила за Валей А когда однажды обнаружила, что постель ее пуста Насторожилась и стала следить с удвоенной энергией Как-то днем Литка вошла в палату Хотя делать этого не полагалось Но она зашла Литка быстро подошла к Валиной постели и подняла матрас И в то же мгновение на нее глянул Фенимор А-а-а! Маска белая с черными полосами Надену О-о-о! Хе-хе! Теперь я, Фенимор Вот так Валька Кто-то идет Скорее спрячу Что ты здесь делаешь, Лида? Я? Ничего не делаю Поправила твою постель Нечего ее поправлять Я считала тебя честной Уходи Схватив маску Валя сама бросилась бежать Она бежала долго Сама не зная, куда бежит Над ней большими синекрылыми птицами Мелькали кроны сосен А стволы С шуршащими на ветру чешуйками Мелькали за плечами И тут Она увидела Женю Рыжика Он шел по тропинке И палочкой ударял по стволам Валя быстро скрылась И надела маску Финегор Это ты? Тише, друг Нас никто не должен видеть Иди за мной Рыжик Я хочу открыть тебе тайну Я прилетел сюда С другой планеты На моей родной планете Красная земля И два солнца Одно побольше Другое поменьше А луны у нас нет совсем Зато звезды светят так ярко Что ночью, когда облака не очень плотные Можно различать предметы И можно почувствовать щекой Тепло звезды Как называется твоя планета? Гера Ты собираешься вернуться на свою Геру? Да, Рыжик Мне тяжело здесь Я чувствую себя одиноким Я совсем один Ты не один, Фенимор Я твой друг И Валя Зернова Она тоже будет твоим другом Расскажи мне Про Валю Зернову Когда Валя рядом Трудный кажется легким Ты ей говорил об этом? Не решаюсь Почему на вашей планете Люди не говорят друг другу То, что чувствуют? Мне ты говоришь то, что должен сказать Вале Да я не могу сказать этого Вале Она посмеется над моими словами На планете Гера Люди говорят все, что думают И никто не смеется Может быть, сегодня ночью За мной прилетят Может быть Не улетай Я буду скучать без тебя И я тоже Когда настанет час отлета Я приду И мы все вместе Отправимся к поляне Когда прилетит корабль Нам понадобятся лодки Раздобудь ключ От лодочного сарая Фенимор Фенимор повернулся И не прощаясь Пошел прочь И пока он шел Пробираясь в частых кустах орешника Женя Рыжик глядел ему вслед И улыбался Он улыбался И не видел, что у плеч Фенимора Болтались две коротенькие косички Стянутые на концах резинками Женя видел Уверенную походку Бесстрашного инопланетянина Прилетевшего с загадочной Геры Где люди говорят все, что думают И никто над ними не смеется Ребята Смотрите, записка Записка Да Ну-ка, прочти Буду ночью Готовьтесь к походу Фенимор Ура! Ура! Фенимор! Фенимор! Сегодня ночью Буду ночью Готовьтесь к походу Фенимор Владимир Викторович Он есть Он существует Он будет сегодня ночью Вот, я прочла записку Оставленную им у мальчиков Кто? Опять Фенимор? Фенимор Ну что ж Сегодня Или никогда? Сегодня Или никогда? Готовы ли вы в путь, братья? Да Мы ждали Все готовы Это хорошо, что вы готовы Нам предстоит дальняя дорога Мы пересечем озеро на пирогах Хорошо спрятав их в камышах Отправимся на поляну Где приземляются корабли с далекой планеты Гера Мы зажжем костры и затаимся И стрела, составленная из костров Укажет космическому кораблю, где его ждут Где ему будут рады Наш отряд занял первое место по кострам Зажжем костры на посадочной площадке Это хорошо, что первое место Теперь самое важное Переплыть через озеро Быстро и незаметно Мы по байдаркам тоже впереди Только байдарки заперты в сарае А вот, вот ключи Вот видишь? Молодец! Молодец! Братья! А в это время штурмовая группа В составе ВВ начальника лагеря Старшего вожатого Гурия Библиотекаря Нины Ильиничной И вожатой Иры Приваловой Блокировав все выходы Пошла на штурм дачи третьего отряда Но не было ни фанфарных звуков Ни победных реляций Дача оказалась пустой Налицо было чрезвычайное происшествие Пропал целый отряд Который следовало немедленно найти Так штурмовая группа Неожиданно превратилась в поисковую По озеру Рассекая ровную гладь Тяжелой темной воды Плыли байдарки Их низкие борта Как бы сливались с поверхности озера А мокрые лопатки весел Облескивали Отражая неяркий лунный свет Их было десять Легких остроносых суденышек Десять байдарок Двадцать грибцов На передней Командир таинственного флота Фенимор За его спиной Женя Рыжик Сколько времени на звездном небе Ручка ковша большой медведицы дрогнула И стала клониться к горизонту Значит, перешло заполночь Ты всегда можешь определить время по звездам Когда нет туч и небо чистое Послушай, Фенимор Они и в самом деле могут прилететь? Могут Этой ночью? Этой ночью Если им ничего не помешает Но могут прилететь через год Или через десять Их всегда надо ждать Их всегда надо ждать А вдруг они совсем не прилетят? Они прилетят Они уже в полете Где-то в межзвездном пространстве Оглянись и посмотри Никто не отстал? Никто Хорошо плывут Ровно Похожи на журавлиный клин Видишь, впереди мыс Там начинаются заросли камыша И мы сможем спрятать лодки Вижу А тебе сколько лет? Может быть, мне тысяча А может быть, две тысячи Можно измерять время летящей звездой А можно кольцами деревьев Я измеряю время полетом мысли А на вашей планете Гера Может мальчишка обрадоваться Когда приходит девчонка Одна девчонка Из всех девчонок планеты Он может снять маску И она, если пожелает Тоже снимет маску И они увидят красоту друг друга Но сперва они должны Полюбить не за красоту Начальник лагеря ВВ И его младшие друзья, вожатые Превратились в следопытов Они молча бегали по лагерю Стараясь определить В каком направлении ушел Фенимор И увел за собой целый отряд Владимир Викторович Я обнаружил следы на берегу озера Так Они ведут к лодочному сараю Замок надо сбить камнем Подожди, дай сюда Так Так Байдарок в сарае нет Очень хорошо Теперь мы знаем, где их искать Они на том берегу Ну как же мы попадем на тот берег? Пойдем в обход Байдарки Одна за другой Подплыли к темной стене камышей И острым носом Раздвигая высокие стебли Углубились в заросли Потом, спрятав лодки В камышах Ребята выбрались на берег И вошли в лес Фенимор Вел их уверенно По узкой петляющей тропке Лес неожиданно раступился И перед ребятами Возникла большая Залитая мягким светом луны Поляна Стойте Вот, смотрите Видите эти ямки? Где? Да вот, вот, вот Они похожи на круг Словно кто-то провел по земле Большим циркулем Если копнуть лопатой Можно обнаружить угольки костра Ты это наверняка знаешь? Знаю Если идти на восток То через сто шагов Будет еще одна ямка Гоша Готовь костер А мы пойдем дальше Ой, ямка Вот, видите Опять ямка И тут тоже Ямки рыли глубокие Чтобы свет костра был виден На большой высоте Из костров складывается Большая стрела Это космический знак Здесь можно приземляться Здесь ждут Как же так? В древние времена Электричества не было А космические корабли были Электричества не было Но существовали обсерватории Водяные мельницы Был водопровод Имелись замечательные книги Были лекарства Которые не давали умереть тяжелобольным Теперь заполним ямки валежником Так Зажгите костры Вот когда мальчикам третьего отряда Пригодилось их умение Быстро зажигать костры На полянке запахло дымком И в разных местах Один за другим Оживало Поднималось над землей Пламя Образуя огромную стрелу Знак Видимый из космоса Острое чувство Ожидания чего-то необычайного Охватило ребят Все почему-то поверили Что космический корабль С другой планеты Прилетит именно сегодня Увидит их костры И прилетит Мягко опустится в ночную Покрытую росой траву И из распахнувшихся дверей Выйдут инопланетяне В белых масках С черными полосами Таких, как у Фенимора Они узнают его Своего брата И крикнут на своем языке Здравствуй, Фенимор! Звездное небо Распростерло Над ребятами Таинственные глубины И звезды Бесчисленные Крупные звезды Казались сложными Сигнальными огнями Помогающими Космическому кораблю Прокладывать Трудный путь От далекой Геры К земле И все увидели Как по небу Чиркнул короткой вспышкой Падающий метеорит А может быть Это был космический корабль Который не заметил Гостеприимных сигнальных костров Третьего отряда И пролетел мимо Смотрите Ой, они были здесь совсем недавно Надо торопиться Они не могли далеко уйти Торопиться не надо Торопиться некуда Они уже в постелях Вместе со своим Фенимором В постелях? Да, они были здесь Я знаю это место И эти костры в ямах Мне тоже Хорошо известны Весь следующий день В.В. Был молчалив И задумчив Никто не знал О чем он думает И что собирается предпринять Каждый раз Когда к нему приходил Гурий Он махал рукой Делай, как знаешь А меня сегодня не тронь Да и Фенимор Куда-то исчез Настроение у ребят Было грустное Мне кажется Фенимор больше не вернется Да Когда мы возвращались С ночной вылазки Он не произнес ни слова Да-да Зачем тебе Фенимор, Рыжик? Ведь жил же ты без Фенимора Жил Но с ним жить интересней Интересней Мир становится шире Понимаешь? Он измеряет возраст Полетом мысли Где же он, Фенимор? Не знаю Мне кажется, что Фенимор Улетел на свою планету Геру Где земля красная И одновременно светит два солнца Надо будет вернуться ночью На поляну за озером И зажечь огненную стрелу Чтобы было видно из космоса Пусть Фенимор знает Что мы не забыли его Что мы ждем Послушай, Рыжик Ты на самом деле веришь в Фенимора? Если не верить Тогда неинтересно Лагерь! Равняйсь! Смирно! Вожатым отрядов Отдать рапорты Первый отряд В количестве 35 человек На вечернюю линейку построен Второй отряд В количестве 33 человек На вечернюю линейку построен Третий отряд В количестве 32 человек На вечернюю линейку построен произошло ЧП. Сегодня ночью мальчики третьего отряда отсутствовали в лагере. Мы искали их целую ночь, но так и не нашли. Они сами вернулись на рассвете, переплыли озеро на байдарках. Вот. Но мы знаем, где они были и чем занимались. Они занимались хорошим делом, прямо-таки благородным. Мальчики третьего отряда отыскали старую посадочную площадку, где в годы Великой Отечественной войны тайно приземлялись самолеты. Они прилетали к партизанам с большой земли. Ребята удивительно точно отыскали ямки, в которых мы зажигали костры, чтобы помочь летчику ночью посадить машину. Ребята зажгли, оживили старые партизанские костры, и огненная стрела озарила ночь. Когда мы пришли на поляну, зола была еще теплой. Все это очень хорошо. Но меня интересует, кто поднял отряд и повел его ночью по тайным тропам, о существовании которых знали только немногие бойцы. Я думаю, что это сделал Фенимор. Ну, кто же ты, таинственный Фенимор? Отзовись. Я хочу пожать тебе руку. Фенимор здесь. Я знаю, я могу. Белова, встань в строй. Владимир Викторович спрашивает Фенимора, а не тебя. Пожалуйста. Смелый, благородный Фенимор, смелый, таинственный Фенимор, три шага вперед! И тут произошло то, чего никто не ожидал. Все мальчики третьего отряда сделали три шага вперед. Дружно, как по команде. Потому что каждый готов был прикрыть собой Фенимора. Они врут, я знаю, врут они! Помолчи, Белова! И потом все долго молчали. Ребята и взрослые. Они понимали, что здесь, на лагерной линейке, под мачтой, на которой вьется алый флаг лагеря, похожий на флаг корабля, а сейчас происходит что-то важное и благородное, что нельзя разрушить. Фенимор, считай, что я пожал тебе руку. Фенимор исчез. Но огненная стрела, составленная из горящих костров, еще раз вспыхнула на холодной ночной земле. На этот раз весь лагерь собрался на затерянной в чаще поляне и привел его не Фенимор, а ВВ, начальник лагеря, бывший когда-то юным разведчиком партизанского отряда. И ничего страшного, ребята, что костры партизанского аэродрома вы приняли за сигналы инопланетян. Ведь и те, и другие огни зажигали люди мужественные и благородные, любящие свою землю, свое небо, свою вселенную. И хотя этой ночью никто не видел белой маски с черными полосами и рядом не звучал знакомый глуховатый голос таинственного друга, ребята чувствовали, что Фенимор где-то близко. КОНЕЦ На сцене детского радиотеатра прозвучала вторая часть спектакля «Тайна Фенимора», поставленного режиссером Надеждой Киселевой по одноименной повести Юрия Яковлева. Роли исполняли Валя Зернова, Фенимор, артистка Татьяна Курьянова, Женя Рыжик, заслуженная артистка РСФСР Ирина Потоцкая, Лида Белова, Ирина Бардукова, Гоша, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова, Владимир Викторович, ВВ, начальник пионерлагеря, заслуженная артистка РСФСР Юрий Пузырев, Нина Ильинична, библиотекарь, Екатерина Деревщикова, Ира Привалова, вожатая третьего отряда, народная артистка РСФСР Нина Гуляева, доктор Всеволод Абдулов, Гурий, старший пионер-вожатый и автор Авангард Леонтьев, музыка композитора Эмиля Олаха, редактор Александр Карамян. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...